Красный квадрат представляет Добрый вечер! На Первом канале программа «На ночь глядя». Меня зовут Борис Берн. А я Ильдар Жандарев. В эту студию приходят люди, которые нам с вами интересны. И этим людям всегда есть что сказать. Не хотелось бы никого обижать. Главное нам. Есть что не спросить «На ночь глядя». Артиста, который пришел сегодня поговорить «На ночь глядя», невозможно спутать ни с каким другим. Ну, такой вот он один. Давайте посмотрим на экран. Раз я взял немца языка, а у него во флешке руб. Ну, вот. Ведь можете, когда захотите, товарищ. Ну, бывает, попадается какой-нибудь сериал. Кто-то за кем-то гонится, кто-то убегает, как заяц. Вы что думаете, я этот козел тогда сошел бы от него? Да никогда! Пушкин стрелял первый и попал ему прямо в сердце! Умный сударь. Ванька, встань-ка. А у тебя все хорошо? Давай быстро ко мне. Тачку бери и бегом. Что еще за встречи? Какие такие услуги? И как вы позволили себе обращаться к капитану с таким вздором? А нельзя ли мне тут как-нибудь еще продержаться? Лучшая мужская роль Виктор Сухоруков. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Слушайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, сегодня у вас слова должны найтись. У нас в гостях Виктор Сухороков. Здравствуйте, Виктор Иванович. Здравствуйте, Виктор. Спасибо, что вы к нам пришли. Здравствуйте. Будете говорить? Очень рад вас видеть и говорить буду. Скажите тогда простой вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете ли вы себе цену? Конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ А когда вы себе узнали цену? Всегда знал. Да. Иначе бы я не дожил бы до этого времени. Иначе бы, наверное, я бы не поступил в институт. Иначе бы я не укреплялся в вере, что поступлю в институт. Иначе бы я даже и мечта бы не удержалась, если бы я не знал себе цену. Ну, мир-то не знал цену вам. А это не важно. Когда мы начинаем свой путь, мы не спрашиваем у мира и у конкретных людей, как быть потаенно. Нам говорят родители, вот иди туда. Нам говорят, советуют друзья, сделай так-то. А все равно внутри, это есть, может быть, те первые маленькие тайны, когда нет, а я пойду, а я хочу, а я сделаю, а я сумею, я смогу. Но вам было непросто, потому что до эфира я спросил у вас, левша ли вы, потому что как-то так не совсем понимал я, какой рукой вы что берете. А вы сказали, что вы скрытый левша. Конечно. Значит, вас мучили и вас заставили переучиться. Во-первых, идеология жизни того времени, я все-таки дитя Сталина, учился при Хрущеве, в армии пошел при Брежневе, понимаете? То есть я эпохальный человек даже во временном отрезке. Но идеология жизни не сильно меняется. Человеку, который не такой, как все, во все времена трудно. А вот каково артисту, который не такой, как все, в чем здесь минусы? Ну, минус в том, что ты обсуждаем, что ты на виду. Минус, именно минус, что тебя трактуют. Ты все равно актер, это как ни странно. У меня есть личная жизнь, у меня есть личное пространство. Но минус моей профессии, я это понял только на сегодня, только сейчас, пройдя этот путь, прожив эту жизнь творческую и публичную, я понимаю, что минус профессии в том, что меня обсуждают, меня придумывают, меня трактуют, толкуют. Меня обрежают как актера и залезают уже на территорию жизни из творческой, залезают на личную территорию, туда, о чем я и сам-то, наверное, не рассказываю и не обсуждаю ни с кем. Вы пытались сказать, пройдя, но начинали говорить, проползя, по-моему. Хотел я сказать, я не знал, как это грамотно сказать. Потому что ведь было время, когда не было Ники, Золотых Орлов и всего остального, и вы были не просто отвергаемы всеми, вы были не всеми, а профессионалами, скажем так, презираемы. Презираемы. Да. А вы помните тех людей, которые вот так вот к вам относились? Конечно. Вы злопамятные? Нет. Вот насчет злопамятности. Слово-то оно хорошее злопамятное. Хорошее, я, может быть, не с тем оттенком спросил. Сразу. У меня есть формула. Я не злопамятный, потому что я не мщу. Месть подразумевает зло. Злопамятство подразумевает зло. Но я помню. Поэтому я не злопамятен, а забыть нельзя, потому что это значит, надо отказаться от памяти. А как это отказаться от памяти? Я не знаю. Потому что эти же люди, как и добрые, относящиеся ко мне с любовью, с добром, с жалостью, так и люди, которые презирали меня, уничтожали меня, унижали меня, это же тоже люди моей биографии, моих страниц. А чувство внутреннего реванша у вас существует? Конечно. Я победитель. Оно подкармливает гордыню? Подкармливает, к сожалению. Но у меня много средств борьбы с гордыней. А гордыня – это то, с чем нужно бороться? Или, может быть, ненужно? Обязательно. Обязательно. Потому что единственная проблема или опасность гордыни – человек может принять решения неправильные. Это ослабляет человека даже физически гордыня. Он слепнет, он глохнет. Чувственность и отношение к происходящему притупляется. Это проверено. А что вам не дает оторваться от реальности? Я, наверное, отрываюсь от реальности. Потому что иногда часто еду в метро и разговариваю сам с собой. Нормально это. Я бесстыден в обществе. Я спокоен, я бесстыден. И я не стесняюсь себя никакого в миру. И поэтому отрываться от реальности я позволяю себе. Как вы ощущаете сегодня ваше место, ну, скажем так, в актерской профессиональной табеле о рангах? Достойно. Но невысоко. Потому что я не знаю этого табеля. Мне его никто не показывал. И вы говорите о статусности. Понимаете? О каком-то уровне. Хотите, я на всю страну вот вам, моим давним знакомым скажу. Вы меня... Сколько это уже лет-то прошло, перестройка-то? Ну, 20 лет назад. Вы приглашали. И я с вами разговаривал. Значит, приглашая меня, вы оценили мои какие-то качества, дарования. Я вам был интересен. Прошла жизнь? Или прошло время? Большое время. И сегодня я опять повторяю. Я талантлив. Я велик в своем понимании профессии. Я чудесен и умен в понимании жизни. Я наблюдателен. Почему я не могу это говорить о самом себе? Кому от этого плохо? Ну, говорят, что скромность... Украшает. Да. Ну, украшает кто голый. А я слава богу... Три года назад вы снимались у Глеба Анатольевича Панфилова в экранизации Островского. Без вины виноватый. Без вины виноватый. Я читал, я не вторгаюсь в вашу личную жизнь, но я читал, что у вас на этих съемках или перед началом съемок случился инфаркт. А вот что почувствовал человек, фамилия Сухороков, когда ему объявили диагноз? Ой, расскажу. Расскажу. Веселая история. Веселая. Я бежал по чистым прудам. Я шел с вашими коллегами навстречу давать интервью журналу. И вдруг у меня в груди зародилось какое-то горячее-горячее огромное гусиное яйцо. И я не мог понять, что это такое. Оно как будто закипало. Ну, сяду на скамеечке посижу. И я дал интервью, потом попил чаю, съел пирожные. Я вернулся домой. Это была уже зима, было холодно. И я почувствовал второй момент, что я мерзну. Мне вдруг все время казалось, что мороз сильнее, чем он есть на самом деле. Так происходило два дня. И когда я затихал и замирал, то и угасало вот это пылающее яйцо в груди. А когда я опять активно начинал жить и куда-то двигаться, оно опять словно стучалось в грудную клетку. Эй, алло, алло, алло. И я не понимал, что это такое. И я позвонил своей подруге Наташе, а она врач. Я говорю, Наташа, что это такое? А у меня стол заказан письменный. Мне надо его получать в среду. У меня во вторник встреча с режиссером. И вдруг она говорит, ну вызови ты скорую помощь. Простой, между прочим, совет. Да. А я говорю, нет, у меня дела много. Мне стол надо получать заказной. Она говорит, ну вызови скорую, что тебе стоит? Ну тебе скажут там. Ты же ничего не теряешь. Я говорю, хорошо. И я вызвал платную скорую помощь, потому что до казенной я не дозвонился. Приехали два мужика, податеньких. От них шло такое легкое медицинское амбре. Вот. Они сделали мне кардиограмму. И он, насвистывая, стуча очёшником по ладони, говорит, ну что же, Виктор Иванович, поехали, инфаркт. И я, лёжа на своей кровати, говорю, как инфаркт? А стул. А стул, а встреча, у меня ж дела. И мне хватило одной минуты, чтобы сказать себе, да пропади всё пропадом. Гори всё огнём и затопи всё баловодьем. Я подошёл, взял сумку, сунул туда документы. Везите, говорю, друзья, меня куда хотите. В результате я позвонил всем режиссёрам и отказался от всех фильмов. И вместе с этим с Панфиловым. Но Глеб Анатольевич сказал, мы тебя будем ждать. И вот я стою в реабилитационном центре в Кубинке. Стоят огромные мужи. Кто в маке, кто в пижамах. И вот они окружили меня. И все обсуждают свои инфаркты. И показывают мне обмазанную зелёнкой грудь. Кому-то уже сделали операцию. Нет, надо делать вот так, надо пить вот такие-то лекарства. Нет, надо заниматься такими-то вещами. Я их слушал, слушал. И сквозь ноги пробрался. Говорю, не, ребята, у вас свой инфаркт, а у меня свой. И я сказал, никаких ограничений, никаких поблажек. Вперёд! Ну, только в метро теперь я вверх по эскалатору не бегаю. Виктор, всё-таки случился фильм Панфилова. Вы работали с сыном Михаилом Чурики. Да. У меня к вам вопрос как к профессионалу. Вот как вы бы объяснили нам и нашим зрителям, людям, не просвещённым в этом, но интересующимся, вот почему Чурикова большая актриса? А потому что она тратится. Она не бережёт себя. У неё есть недостаток сегодня. Но, видимо, это недостаток не актрисы, а женщины. Она хочет остановить старость. А я думаю, не надо этого делать, потому что она великая. И это величие, и надо и нести в старость. Нести её в возраст. Любая актриса, тем более великая, она знает об этом. И мне кажется, что она этим уже злоупотребляет. Даже какая-то есть в этом осознание. Она не существует в этом величии. А она осознаёт, что она великая. И старается каким-то образом остановить время. Нельзя. Это опасно. И это мешает. А то, что она изнутри. Её фильм «Начало» – мой настольный фильм. Это моя биография. Только она в юбке, я в штанах. А ваша биография похожа. Известно, что когда она поступала в училище театральное, педагог, который набирал курс, сказал о ней… Циканов это был, да. Он сказал, или она дура, или она гений. Прекрасно. Когда вы поступали, про вас педагог то же самое сказал. Или он сумасшедший, или он гений. А скажите, почему вот эти понятия оказываются всегда близко? Сумасшедший и гений. Эта профессия, она ненормальная. Она ненормальная для нормального человека. Когда я, Виктор Иванович Сухоруков, живущий по определенным законам бытия, будем так говорить, да, вот я живу, я просыпаюсь, ем, пью, привожу себя в порядок и иду в общество, на работу, обратно. То есть, и вдруг профессия актера. Я то же самое делаю, но только я почему-то крашу глазки, я думаю об одежде, о волосах, о том, как я выйду, куда не на работу, к публике. Ведь что такое органично существовать на публике, на сотнях, тысячах, да даже десятках глаз? Органично существовать. Это некая какая-то ненормальная психика человека. Ну а я, Виктор, совершенно нормальный человек, и я объявляю рекламу на Первом канале. Закончилась рекламная пауза, и на ночь глядя продолжается наша беседа с артистом Виктором Сухоруковым о тайнах его профессии. Ну, Сухорукова, почти каждая роль, это тайна, и одна из последних тайн, это роль Никиты Сергеевича Крущева в 12-серийном художественном фильме «Фурцева», в роли Фурцевой Ирина Розанова. Давайте посмотрим на экран. Ну, я тебе делаю-то деликатное свойство. Это от Жени Жукова я получил. Требует вернуть семью отца и мужа. На две семьи живет наш министр обороны. Женой двух детей воспитывает, а там девочка родилась. Теперь у жены требует развода. О, какая история. Считаете, надо выносить на президиум? Пока не знаю. Ты-то как думаешь? Никита Сергеевич, вопрос крайне деликатный. Все-таки-то сам Жуков. Ну, ты у нас теперь секретарь цикан по идеологии, тебе и карта в руки. И как женщина. Ты же ведь тоже увела мужика-то из семьи, а? Это не первое ваше обращение к образу Хрущева. Вы уже играли в Никита Сергеевича в сериале «Звезда эпохи» у Юрия Кары. Но там было немного экранного времени, а здесь простор гораздо больше. Скажите, работая над этой ролью, вы узнали что-то об этой личности такое, может быть, неизвестное широкой публике? И неизвестное вам, быть может? Может быть, кому-то и было известно, но я о нем узнал очень много. И, к сожалению, печального. То есть? Да, я считаю, что вся Западная Украина – это по локоть руки Никиты Сергеевича. После военного времени. Здесь много вопросов. И то, что мужичок, простачок, дурачок, кукурузник, ботинок в Организации Объединенных Наций – это все шлягеры его биографии. И когда вот Сергей Попов предложил мне в 12-серийном фильме у Никиты Сергеевича Хрущева, конечно, я им сделал заявление продюсерам. Говорю, он у вас слишком схематичен, потому что, конечно, обслуживать просто, знаете, это не дело. Конечно, Фурцева созрела и вознеслась на фоне политической деятельности Хрущева. Это все знают. И поэтому я был сторонником более подробного поведения и подробного освещения образа Хрущева. Но вам пошли навстречу? Не то слово. Не то слово. Даже в каждых эпизодах, ну не мне, а мы договорились, мы заканчивали и завершали, и обогащали той информацией, которую я вытащил из справочников, документальной хроники, из материалов о нем и его воспоминаниях именно о Никите Сергеевича. А в чем ваш Хрущев не такой, каким его привыкли видеть на экране? Объясню. Он у меня политический деятель. Он у меня человек, влюбленный в эту женщину. Да, есть. То есть я потом понял, что мне не уместить мои знания о Хрущеве в сценарии, я между, даже вот в самой сцене пытался его обогатить той информацией, которую я знал. Например, почему-то это мое убеждение. До Кремля дураки не доходят. Они до райкома партии дойти не могли. Либо дураки остаются в обкоме даже, но только инструкторами, секретарями, где-то там, рядышком. Но чтобы войти в Кремль, друзья мои, это сильнейшая фигура. Я обратил внимание на фотографии, где он везде за плечом Сталина. Косит, 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 косит всех там полководцев, этих политических деятелей, всяких руководителей и прочее. А он идет. А он идет. И понимаете, и он все время... И думаю, как же так? Да что? Мало того, они ругались. Сталин на него бежался. У них были разводы. Он уезжал. И вдруг его вызывает обратно Иосиф Исарионович и говорит, Никита, ты мне нужен. Ну что, будешь дальше дуться? Да нет, не буду. Ну давай, выпьем. И отправляет он его туда, где якобы он не может доверить некие поручения другим. И он идет. И он делает. Я просто объясню зрителям. Хрущев не первый верховный руководитель, которого сыграл Виктор Сухороков, потому что, значит, во-первых, император Павел первый в фильме, Мельникова, бедный-бедный Павел, за что вы получили Нику. Сейчас на сцене театра мы советуем играть царя Федора Иоанновича. И еще, значит, Ленин, Ленин Владимир Ильич, которого... Мерия, Палин. Вот. Три раза вы сыграли, по-моему, Ленина, при том, что 20 лет назад в картине комедия строгого режима Виктор Сухороков сыграл Ленина так, что, по-моему, вот все современные пародисты нервно курят в углу. Потому что это была какая-то такая феерическая, совершенно неизвестная тогда артиста Сухорокова феерическая пародия на все штампы киноленина. Я не могу отказать себе в удовольствии показать сейчас вот маленький фрагмент, который бы иллюстрировал этот мой очень скромный тезис. Ничего не знаю лучше, Апассианата. Изумительная. Нечеловеческая музыка. Нечеловеческая музыка. Но часто слушать ее не могу. Хочется глупости говорить и гладить по головкам. А сегодня говорить никого нельзя. А надо было бить по головкам. Бить безжалостно. Бить, бить. Рабочая крестьянская революция, О необходимости которой все время говорили большевики, Совершилась. Вихри вождебные веют над нами. Веют над нами, Владимир Ильич, веют. Так в бой руковой мы вступим, слагай. Вступим, Владимир Ильич, не сомневайтесь. По гнезду несправедливости и гнета огонь. Скажите, Виктор, а вам было бы интересно сыграть Ленина не в комедийном жанре, а в драматическом? Конечно. Ну, как там, Мозговой в Тельце, скажем, у Сокурова. А вам предлагалось что-нибудь? Нет. Ну, я бы с удовольствием сыграл бы его серьезно. Мозговой великолепен, но я сыграл бы лучше. Почему вы так думаете? Ну, дайте мне так. Хорошо. У вас право думать. А вас часто посещает мысль, что я могу значительно больше того, что мне предлагают? Посещает. Когда я вижу, и я не ворую, я не критикую, я сопоставляю, я меряю, я анализирую через опыт, через свое знание профессии и думаю, нет, вот здесь, а вот это, вот так, а, нет, вот тут надо. Поэтому я, конечно, немножечко ерничаю. Ну, понимаем. Как бы, немножко несерьезен, но я имею право говорить, могу я лучше или не могу, хотя это самонадеянно, безобразно, нагло и как-то, может быть, неординарно. Ну, что ж, ну что ж, если вы меня спрашиваете о конкретном персонаже, образе, я бы с удовольствием сыграл его серьезном, хотя на каком-то этапе я сам себе и сказал, не буду больше играть Ленина, хватит. Так же, как и пришло время, я сказал, все, бандитов играть больше не то, чтобы не буду, ну не хочу, ну хватит. Я испугался синдрома Ихтиандра. Или синдром Штирлица. Вы понимаете, когда у Вячеслава Тихонова есть огромное количество ролей, а все Штирлицы, Штирлицы. Я недавно узнал, что вы начали учить английский язык самостоятельно. Да, много лет уже учил. И вспомнил, что однажды вы отказались играть в очередном фильме о Джеймсе Бондре. Умри, но не сейчас. Потому что у вас было предложение от Олега Мельшикова работать в его товарища 1814, роль в игроках. Но вы учите английский сейчас, потому что надеетесь на приглашение из Голливуда? Нет. Но учу я, наверное, для того, чтобы в магазине ни от кого не зависеть, гуляй по улицам, не думать, что заблужусь. Мне вдруг захотелось, потому что я вдруг встал, и это есть тоже некий статус, как я понимаю, о чем мы вначале говорили, что я вдруг вышел за пределы моей родины. Я стал ездить, и я вдруг понял, что я люблю, как и живу, ходить, гулять, бродить один. Я хочу, я люблю ходить по магазинам, я хочу сидеть в кафе, но не зная языка, оказалось это так тесно, так тревожно, как-то ошибок, ошибки, боюсь ошибок, что не на тот самолет сяду, не на тот вокзал приеду, не в ту гостиницу зайду. И поэтому я вдруг созрел для того, чтобы учить английский язык. Учу его много лет самостоятельно, в одиночку. Успехи какие? Да великолепные. Утром учу, вечером забываю. Вечером учу, утром забываю. Но самая-то моя победа в том, что мне не скучно. И я все равно, забывая и уча, продолжаю этим заниматься, вот как увлечение. Я просыпаюсь, у меня еще зубы нечищенные, а я уже говорю, халлоу, халалю, и так далее. Загатый словарный запас надо заметить. Да что вы. Скажите, Виктор. Но про Голливуд я еще не ответил. Позвали бы, теперь поехал бы. Попробовал. Но мне хочется подсмотреть, как они там трудятся. Мне кажется, мы так тоже можем. У нас просто денег мало. А вот если бы вы были... Здравствуй. Вот мечтаем, да, чтобы мы живем не здесь, и в другие у нас экономические условия. И мы как там, не знаю как, Джим Керри, Том Круз, там, любой другой крупный актер американский или там западный... С Малковичем почему-то меня... Ну, вот, допустим, вы можете сами спродюсировать картину с собственным участием. Здесь? Ну, здесь, там, где угодно. У вас сейчас абсолютный карт-бланш. Вот какой бы вы выбрали драматургический материал, при том, что у вас очень много денег, кто режиссер, какие партнеры? Ой, позвал бы, конечно, Балабанова, который меня бросил в пути уже давно после фильма «Брат 2». Я снялся у него только в фильме «Жмурки». После этого больше он меня не зовет. Были мне... Режиссер понятия. Режиссер понятия. Материал дам. Позвал бы, но не позову, потому что он сам не захочет со мной заниматься. То есть там вопрос не денежный, а некий, так сказать, личностный. Личностный, да. Личностный, да. Нет, вы сейчас сказали, что деньги мои. Деньги ваши, да. Деньги много, да. Да, 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 да. Вот, нашел бы. Так. Поверьте мне. А материал какой драматургический? Герой-любовник. Я хочу играть современную историю, и я герой-любовник. Да, я хочу любовных сцен, я хочу драматургию такую. Очень. Крамр против Крамра, например. То есть герой-любовник в возрасте? Ну, естественно, в возрасте. Вот видите, сами сейчас вы меня и пресекли. Почему? Конечно, я Ромео никогда не сыграю. Ну, понятно. И Васька Трубачка. Не сыграть мне Васька Трубачева. Ну, секундочку, в фильме «Кошечка» у Константинопольского вы сыграли младенца практически. Поэтому вы можете всё, я могу только одно – объявить рекламу на Первом канале. Рекламная пауза закончилась, и мы продолжаем говорить о событиях и людях, сыгравших важную роль в судьбе Виктора Сухорукова. Виктор, у вас были потрясающие учителя, у вас очень хорошие режиссёры, самая разнообразная, с которыми вы работаете. Партнёры просто я, этот список можно зачитывать, и это будет замечательно. Счастье. Ну, есть люди в вашей жизни, которыми вы в работе не соприкасаетесь, но в жизни они ваши есть. Поэтому я хочу спросить об одном таком человеке. Это Юрий Стоянов, народный артист России, ваш однокурсный. Вот что, какую роль сыграл в вашей жизни Юрий Стоянов? Дело в том, что он был самый молодой на курсе. Я был одним из самых старших на курсе после армии. И нас в обязательном порядке поселили на Первом курсе в общежитии в одной комнате. Вы Юра Богданов, староста, который сейчас в Америке, в Чикаго. Я и Юрка Стоянов. Почему Юрка? Потому что я говорю о юном мальчике. И потом именно он уйдет на квартиру, папа у него был знаменитый гинеколог Одессы, и он ему снимет квартиру, и он уйдет на квартиру. И тем не менее у нас залаются очень хорошие отношения. И когда наступят тяжелейшие времена, пройдет какое-то время, и об этом уже многие знают, и поклонники, и моей судьбы, и не поклонники о моем пьяном периоде, вот этом мрачном. Пропускаем. Да, но именно там, когда я опрокинулся, как бы вот упал на обочину, он тогда процветал, он был суперпопулярен в городке. И у него там была рубрика розыгрыши, приколы. И он меня вдруг постучал ко мне в мою жизнь и говорит, иди сюда, работать будем. Я говорю, ой, не, не хочу. Чего, иди сюда. Вот, и да, он настоял на этом, потому что, видимо, я к этому времени обленился или я испугался импровизации. Я должен был входить в жизнь, к людям и разыгрывать их без всякой подготовки, без роли. А потом думаю, а что я теряю? Ну, и ради бога. И он меня потащил за собой и платил мне деньги. И когда однажды даже обчистят мою квартиру, я буду в Карелии, будучи за грибами, уеду, мою квартиру соседи обчистят. В Питере? Пьяницы. Да, все в Питере. Так он мне и свитер отдал, там кучу своих рубашек, куртку. Его пальто итальянское. До сих пор я в нем работаю в огороде. Да, когда холодно, я одеваю его пальтушку. Да, и свитерочек его там же на даче лежит в шкафу. Юра Стоянов, когда дал нам интервью много лет назад, он рассказал о том, как вы с ним разговариваете по телефону. Я не в состоянии передать Стояновскую речь. Конечно, он немножко продирует уже меня. Давайте посмотрим на экран. Это свидетельство абсолютно документальное. У него есть одно удивительное качество. Он невероятно умеет радоваться успехам другого человека. И это в нашей профессии. Он ничего из себя не выдавливает. Он мне, когда звонит, там с чем-нибудь поздравить, это надо на магнитофон записывать. Ой, Юрка! Ой, Юрка, как у тебя все хорошо-то! Как хорошо, что ты моя мать-то все хорошо? Слушай, ты у тебя все... Ты и это, и народный артист получил-то, и это есть. Вот кому будет не хотеться умирать-то, это тебе. Я же ей спасибо, родной. Вот кому не хочется умирать будет, это тебе. Тебе очень тяжело будет умирать-то. Другой может сказать, что ты уже ненормальный, ты что, ляпнул? Это сказано абсолютно искренне и непосредственно. Виктор Иванович, если эту формулу обратить на вас, то чего вам было бы особенно жаль? Не дай бог, конечно. А, я вас разочарую. Я ни о чем не буду жалеть. Ни о чем. Потому что запросы у меня рождались в пути, мечты все реализованы. И как урощено в пьесе. А чего тебе хочется? А чего надо? А чего тебя есть? А чего надо, то и есть. А чего надо-то? А чего есть, то и ладно. Понимаете? Ну, в этом смысле. Как-то так построилась моя жизнь. Конечно, в ней есть бреши, есть в ней белые пятна, черные дыры. И тем не менее, на сегодня я живу настолько достаточно. Мне хватает метров жилья, мне хватает соток земли. Мне хватает то, чего я имею. И самое главное мое богатство. Поверьте, я это искренне говорю. Я нужен. Я востребован. Я без дела не сижу. У меня есть великое право, которое, наверное, я перетерпел, переждал. То есть, пересидел. Право выбирать. А как соотносятся рубежные цифры в вашем паспорте и ваше самоощущение? Вы чувствуете себя на тот возраст, который записан в паспорте? И будь 61, я буду жить очень долго. Я буду жить и за мать, которая умерла в 52 года, и за отца, который умер в 60 лет. Я буду жить долго. А для этого я должен сильным быть, здоровым быть. Я должен быть интересным. Я должен не утрачивать той энергии, которой, может быть, я через не талант, а через энергию захватил зрителя. И мной заинтересовались и в кино, и в театре, наверное, через мой темперамент, через мою импульсацию, как один сказал, физиологическую заразительность. Может быть, потому что я все равно знаю, что и рожа у меня не художественная, и, наверное, и ростиком я невелик, и, наверное, чего-то не хватает для каких-то лицедейств, чего-то такого. Один генерал-то летел с дочкой в самолете на фестиваль и говорит, странно, вы и на артиста-то не похожи. Господи, вот надо же, все-таки вы молодец, вот вы там роль-то сыграли, хотя вы на артиста-то и не похожи. Я говорю, а кто, по-вашему, актер? Ну, вот Василий Лановой, например, Олег Стриженов. Понимаете, какие критерии у генерала? Генерал-то был старенький, наверное, совсем не в процессе, не в тренде. Да, я в другом времени. Я и сниматься-то начал в сумбурное время. До 90-х годов, до перестройки, был никому не нужен, а сейчас понадобился. И когда мне говорят, господи, и чего они в нем нашли? Это уже в нашем 90-е. Не у рожи, не кожи, урод уродом. И вот снимать. А что, у меня, извините, уже около 15 главных ролей. У меня остро-характерного актера. И вдруг главных ролей. Так вот эти люди вдруг говорят, что они в нем нашли? Все, сухоруков и сухоруков. И вдруг я говорю, значит, я олицетворяю время. Значит, таково время уродливое. Раз я сгодился. Разве это плохо, что я нужен этому времени? Я ушел от вопроса далеко. Говорили-то об Юрке. В фильме «Бедный, бедный Павел» есть один эпизод, очень мне дорогой. Когда ваш герой, император, беседует с Палином, его играет Олег Иванович Янковский. И ваш герой спрашивает, а что вы делаете, граф, когда вам не спится? Я этот вопрос адресую вам. А что вы делаете, Виктор Иванович, когда вам не спится? Физически перечисляю. Слушаю музыку, пью чай, ем, смотрю телевизор, читаю книги. Я не мучаю себя бессонницей. Когда говорят, мучает бессонница, нет. Так же, как я бросал курить, я ведь не бросал курить, я объявлял, я был на войне, я был на фронте. И так же вы боретесь, воюете с бессонницей. Совершенно верно. Бессонница для меня некий соперник, некий враг, некая как бы вот субстанция, что ли. Я говорю, а, не спится, ну и черт с ним. Ой, сколько я американцев. А унынию приходится объегать войну? Нет, у меня его нет, к сожалению. Почему? Потому что я знаю, что это уныние. Я уже умею разбираться, когда я начинаю печалиться, впадать в депрессию. Когда мне становится вот это состояние уныния, я сразу говорю, стоп. Этому вас научила актерская профессия или доктора в специализированном учреждении, в которое вы попадали дважды в связи с профессией? Меня в этих специализированных заведениях от пьянства лечили. Там от уныния не лечат. И пьянство не вылечивают. Я и пик бросил. Вот проснулся и сказал, пошли жить по-другому. И все. И никто не верит. И до сих пор есть люди, которые знали меня тамошним, тем, вонючим. Да. Они до сих пор не верят, что я уже десятилетия не употребляю спиртных напитков. Ну и не употребляю, не курю, но и не курю. И люди не верят, думают, что я все тайком там где-то прячусь. Пусть думают. Но я-то знаю, что я так живу. Есть такая граница, обозначенная в русском языке. Ехать на ярмарку и ехать с ярмарки. Вот вы себя как ощущаете сейчас? С ярмарки. А что лучше видно, когда едешь с ярмарки? Что лучше видно? Да. Результат. Обретение. Удовольствие. Да. И несчастье. А слово, как можно сказать, я осчастливленный. Я возвращаюсь сегодня с огромным шлейфом радости, удовлетворенности. Какого-то... То есть я везу с ярмарки чудеса. И пусть это красиво звучит. Но я еду... Красиво и непонятно. А я объясню. Путь мой длинен будет до предела. Вот от того рубежа путь мой будет длинен. Но я с ярмарки. Почему? Потому что за плечами моими, вот что мы имеем в виду, сделано столько того, о чем я даже не мечтал. Я не имею права сегодня обижаться на судьбу, жадничать. Я не имею права ворчать. Потому что мало того, от чего я хотел состоялось, о чем я не думал получилось, приобрел... Друзья мои, два орла, две ники, два нефритовых кубка. Призов больше, чем посуды в доме. Вы лукавите. Почему? Объясняю. Вы перечисляете все то, ну, во-первых, то, что мы это знаем, это приятно, конечно, но все это требовало от вас каких-то жертв. И мне казалось, что когда человек едет с ярмарки, он осмысляет. А все ли эти жертвы были оправданы? Было ли что-то, что не стоило всех этих призов, которые больше, чем посуды в доме? Объясняю. Да. Ничего не лукавлю. Ну что мне осознавать и осмысливать прожитое? Это уже в прошлом. Я вдруг физически ощущаю прошлое. И понимаю, что прошлое – это уже там, в чемодане, в сундуке. Это уже отжившее, мое, но уже никогда мне не пригодится. Я могу этим пользоваться, могу не пользоваться, но я иду только вперед. А есть впереди что-то, чего вы боитесь? Конечно. Я боюсь пережить свое поколение. Я хочу умереть в моем времени. Я не хочу жить сто лет, потому что я и так-то испытываю себя одиноким в это время, когда я пока азартен, темпераментен, нужный. Но самое главное, если я доживу до ста лет, там никого не останется, с кем я жил, учился, пил, гулял, ругался. Я там буду одинок. Я вот этого немножко боюсь. И еще. Конечно, это разговоры, одни скажут, демагог, другие скажут, фаталист или еще как-то. Ну, надо думать о смерти, надо думать об исходе. А как же? Это же неотъемлемая часть жизни нашей. Это обязательно придет. И, наблюдая за своими кумирами, лица которых умещались в моей обувной коробке, как они уходят или до сих пор продолжают уходить. Только открываешь газетку, многотиражку, маленькая фотография актрисочки или актерика, или оператора великого. Фотография молодого времени, и трудно узнать, что это она или он. Да. Не понимаю, о чем вы говорите. И говорю, а ей на таком-то году умерла. На 95-м, на 86-м и так далее. Да, но не уходят. А они с молодыми лицами. На карточках. Вы как-то сказали... Потому что они брошены уже были в том времени, когда их уже перестали фотографировать. Вы как-то сказали, Виктор, что живете на премию Бога. Да. Красиво, но не очень понятно. Опять расскажу. Я ведь много совершил ошибок и грехов в своей жизни. Второй, как я ее называю. Там, где я должен был кончиться, потеряться, раствориться. Вот эту историю на проспекте Невском, пересечении и Владимирском. Это я Сереге Бодрову в свое время рассказал. Когда уже все. Ни курева, ни денег, ни друзей, ни любви. Ничего. Вот-вот свет вырубят. Телефон уже вырублен. Скатерти на столе нет. Все пропито. Я стою и думаю, и что делать? Дождик льет. Фонари мигают. Светофоры кричат. Двери магазинов хлопают. А я никому не нужен. Все идут мимо меня, около меня, сквозь меня. Ой, стоп. Что такое? Такое ощущение, что ты как невидимка. Ты не существуешь в этом мире. Про тебя не только забыли, презрели, тебя потеряли. Да нет. Ты просто не существуешь. Как я этого испугался? Именно тот период как раз очень много позволил мне переоценить. И я достиг очень великих внутренних открытий для самого себя. И именно в том, во мраке, я задумал выйти на свет. То есть я сказал себе, отвечая на некий голос, когда он говорит, давай все поменяем. Давай перевернем. Вот на 360 градусов. Перевернули. Но запомни, говорит голос, лучше не будет. Легше не станет. Готов? Готов. И я там шел в намерениях, погибая без театра, без кино, без всего. В намерениях, хотя были, конечно, люди, которые и слышали меня, чувствовали меня, и давали 22 копейки на пиво. Вот. Я там понял, не надо мне много от этого мира. Вот только театр-дом. Ну, в магазин зайду. Ну, в кинотеатр. Я очень приготовил себя к скромному существованию в этом прекрасном, яростном мире. Я еще продолжал шлейфом немножко попивать, немножко покуривать, немножко-немножко хулиганить, немножко... Ну, это все было меньше-меньше-меньше-меньше. Но именно там, в тиши, в темноте, во мраке, в одиночестве, я вдруг понял, не претендуй. Сегодня мой принцип терпения, жертвенность, непредательство там родились. И когда я сегодня... В этом, может быть, и есть мой талант. Я не меняюсь в своих позициях больного человека. И когда я сказал, живу на премию Бога, это я начал получать сигналы любви, внимания, добра, труда, денег, признания, призов. Призы, это, конечно, атрибутика. Это предметы. Я игрушка, это игрушка. Ну, вот обе мои игрушки. Но в данном случае наступил момент, когда я остановился, может быть, когда получил какой-то первый приз, я не помню, но я вдруг понял, что началось. И я удержу это время. Я подчиню себя этому потоку радости, счастья. Я буду соответствовать этому. Я хочу быть не только успешным, но и признанным. Я хочу быть не только на глазах, но и в памяти людей. Я хочу быть им любимым, любимым неправильно, нужным. У нас в гостях был Виктор Сухороков, который сказал, что он живет на премию Бога. Глядя на то, как дерзко и самоотверженно работает Виктор Иванович, я еще раз убеждаюсь в правоте народной мудрости. Бог не Тимошка, знает, кому давать премии. Удачи вам. И делитесь, пожалуйста, своей премией с нами, с теми, кто вас любит. А наша программа встретится с вами, как всегда, на Первом канале «На наш глядя». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова